В славянских летописях этноним «Черкес» или «Черкас» связан только с тюркскими племенами, служивших в удельных княжествах. Эти племена более известны под именем «Черные клобуки», «Бериндеи», «Кавуи». Позже термин «Черкасы» или «Черкесы» закрепился как один из этнонимов запорожских казаков. Многими историками отмечалось, что первичное ядро этого народа составили летописные «Черные клобуки». По единодушному мнению российских историков XIX века «Черные клобуки» назывались «Черкасами». Поэтому вполне обоснованным выглядит точка зрения, что возникновение термина «Черкес» увязывается непосредственно с тюркской средой. Следовательно, этот этноним употреблялся в качестве общего названия для средневековых печенежско-огузских племен, оказавшихся при Черноморье – торков, узов, печенегов, черных клобуков, бериндеев, кавуев, а также кипчаков. По этому поводу профессор Аристов писал, можно подозревать, что и сам этноним «Черкес» принесено к подножиям Кавказа союзом тюркских родов. В итоге важно отметить, что этноним «Черкес» довольно древнего происхождения. Ареал его распространения довольно широк – от Алтая до Дуная, где никогда не проживали адыгские народы. Древность и глубокую связь этнонима «Черкес» с тюркскими народами подтверждает выдержки из трудов многих известных ученых. К примеру, генерал российской армии и исследователь Иван Бламберг в 1834 году писал, «Черкесы, которых европейцы называют неправильно, сами себя именуют адыга». А вот что писал об этой проблематике другой исследователь Кларпот. По его оценкам, термин «Черкес» татарского происхождения и составлено из слов «Черк» – дорога и «Кесмек» – отрезать. Многие из этих исследователей считали, что в этногенезии кабардинцев приняли участие союз тюркских племен черкесов, которые впоследствии и стали дворянским сословием у кабардинцев. Интересные заметки о происхождении черкесов оставил Лапинский. Он писал, «Я хочу опровергнуть заблуждение, которое в ходу по всей Европе совершенно неправильно, когда народы Кавказа, адыги, а также дагестанские племена обозначаются именем черкесов». Далее он продолжал, «Не существует больше черкесского народа, остатки его на Кавказе сами себя так больше не называют и исчезают все больше день за днем». Вот как описывает Лапинский внешность черкесского князя и его сына, с которыми он был лично знаком. Дородный, серебряной бородой, он был одним из красивейших старцев, которых я видел когда-либо. Черты лица его имели явный отпечаток степенного татарина, и среди тысячи адыгов его можно было мгновенно распознать как чужеземца, так же как его сына Карабатыр Ибрагима, который по внешнему виду был копией своего отца. Упомянутый Карабатыр – это типичное тюркское имя. Теодор Лапинский долгое время прожил среди адыгов, но черкесов считал тюркским инородным племенем, растворившимся в адыгской среде. По этому поводу Лапинский отмечал «Я различаю всегда черкесов, на которых в Абхазии смотрят как на непрошенных гостей, от абазов и адыгов, которые являются владельцами страны и образуют основную массу населения». Российские авторы Керменчиев и Големба, подвергнув анализу несколько сот имен кабардинских мурс и князей, которые встречаются в различных документах XVI-XVIII веков, сделали следующие выводы. Из 417 имен, встречающихся в документах XVI-XVIII веков, к тюркским относятся 299. В документах XVIII века из 300 имен к тюркским относятся 220. Остальные имена адыгского происхождения, арабского происхождения и других народов Кавказа. Но помимо Кавказа, название «Черкес» встречается и в других регионах. Так у казахов младшего жуза и у алабукских татар есть рода, чьи представители называют себя «Черкес» или «Черкес». Этот факт был также отмечен исследователями XVIII века, и они отметили генетическую связь черкесов с казахами младшего жуза. В результате, несмотря на запутанность происхождения термина «Черкес», его тюркское происхождение является очевидным и не вызывает большого сомнения.